Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялось ежемесячное оперативное совещание. Где-то это парковки на газонах, где-то это ямы во дворах, и мы молниеносно должны реагировать. Глава Ленинского района встретился с выпускниками, набравшими максимальное количество баллов по ЕГЭ. Учитель что? Учитель управляет. В общем, всех в классе одинаково учатся. А 100 баллов получается за только результаты не у всех. В минувшие выходные в «Видном» отметили День молодежи. Ты наша команда! Очередное плановое оперативное совещание провел глава Ленинского района Валерий Венцель. Заместители главы администрации, руководители муниципальных управлений и служб отчитывались о работе в июне и рассказывали о перспективных планах на июль. В начале ежемесячного оперативного совещания, которое состоялось в районном Доме культуры, Валерий Венцель подвел краткие итоги деятельности муниципалитета в июне, где, помимо прочего, упомянул ввод в строй объектов социальной инфраструктуры, проведение ряда статусных мероприятий и проведенную работу по преобразованию муниципалитета в городской округ. 28 июня на заседании районного совета депутатов было принято решение о даче согласия на объединение поселений в округ и направление законодательной инициативы в Московскую областную дубу. Традиционно самое пристальное внимание присутствующих было приковано к отчетам заместителей главы района. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков отчитался о работе служб, предоставляющих гражданам государственные услуги. Особое внимание собравшихся он заострил на том, что реакция должностных лиц на обращение жителей по любым вопросам должна быть максимально быстрой. Мы на каждый день, на каждый утро в прослушанном режиме видим количество обращений раз и современность принятых решений, особенно по территориям коллективой сети. Знаете, на местах где-то это парковки на газонах, где-то это ямы во дворах, и мы молниеносно должны реагировать. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов, курирующий в числе прочего жилищное и дорожное строительство, отчитался о работе на проблемных объектах и ходе ремонта дорог в поселениях Ленинского района. В рамках программы губернатора Московской области дороги Подмосковье из 10 автомобильных дорог на сегодняшний день у нас завершены работы по 8. 60 тысяч квадратных метров из 74 мы сделали, 81%. Соответственно, идем с небольшим опережением, восстановленным министерством транспорта дорожной инфраструктуры показателя. На 30 июня показатели там 60%. Соответственно, две оставшиеся дороги, это улица Центральная и улица Ольховая, в ближайшее время будут также завершены. Заместитель главы администрации Альберт Гравин осветил аспекты социально-экономического развития района. Он отметил, что в муниципалитете сохраняются высокие темпы сдачи нового жилья, налоги от которого поступают в бюджет района. Также он озвучил, что Ленинский муниципалитет является одним из самых привлекательных для развития бизнеса. За пять месяцев количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района выросло на 1078 единиц. Рост к началу года составил 113,5%. Напомню, что сейчас у нас 9039 субъектов малого и среднего предпринимательства. Наш Ленинский муниципальный район, по данным показателям, уверенно в течение всего времени занимает второе место среди муниципалитетов в Московской области. Заместитель главы администрации Александр Русков озвучил этапы работы по возведению канализационно-насосных станций в новых микрорайонах и рассказал собравшимся и главе муниципалитета о ремонте отдельных территорий, уличного освещения и детских площадок. Также он рассказал о планах на будущий год. С 1 июля мы даже приступаем к подготовке предложений или формированию программы на 2020 год, то есть подготовке смертных расчетов, прохождении экспертизы. У нас уже на сегодняшний день есть очень много предложений от жителей, соответственно мы будем докладывать о мере подготовки этих предложений для принятия окончательных решений. В заключение совещания Валерий Венцель дал ряд персональных заданий своим заместителям и руководителям ряда служб, касающихся текущей работы муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по теплоснабжению Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства Алексей Манаенков. И мы поговорим о плановом отключении горячего водоснабжения. Добрый день, Алексей Юрьевич. Здравствуйте. Для начала давайте расскажем, для чего вообще проводится плановое отключение? Плановое отключение проводится на котельных и районных тепловых станциях с целью предупреждения аварийных ситуаций при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года. В период отключения производится гидравлическое испытание тепловых сетей. Участки наиболее слабые при этом выявляются. В период отключения, в эти 14 дней, ремонтируются эти участки и меняются участки даже тепловых сетей. Также проводятся планово-профилактические работы на тепловых камерах, запорной арматуре и сальниковых компенсаторах. Ну а теперь давайте перейдем к графику отключения, к тому, что больше всего волнует наших жителей. Согласно нормам и правилам, плановое отключение разрешено на 14 дней. В городе видно, что это будет с 2 по 15 июня 2019 года. То есть 16 июля уже горячая вода в домах будет у жителей, как положено по графику. А что касается остальных поселений района? В середину мая, когда остановлено отопление и по август включительно, на 2 недели проводится отключение котельных и районных тепловых станций по Ленинскому району. Все это согласно утвержденного графика в каждом поселении, каждая котельная в свой период. А где можно ознакомиться с этим графиком? На сайте МУП «Видновская ПТГХ» имеется график. Также информация была размещена и в СМИ, и на сайте администрации Ленинского муниципального района. Большое спасибо за то, что пришли к нам и дали эту необходимую информацию. А я напомню, что гостем нашей студии был Алексей Манаенков, заместитель генерального директора по теплоснабжению Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. В этом году в Ленинском районе 8 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ. Лично поздравил их с этим достижением и пожелал дальнейших успехов глава Ленинского района Валерий Венцель. Встреча прошла в ресторане недавно отреставрированной усадьбы Тимохова-Саласкина. Валерий Венцель впервые решил провести такую встречу. Руководству муниципалитета очень важно понимать, чем живет современная молодежь и какие планы ставят перед собой жизни. Мы для себя принимаем решение, что мы должны как минимум отмечать тех, кто справился с этой непростой задачей и ставить перед собой следующую цель, чтобы еще и возможно каким-то образом мотивировать, чтобы ребята вы здесь тоже оставались и может быть связали свою судьбу в дальнейшую с нашим замечательным муниципалитетом. Анна Михайлова дважды стобальник. Она получила высшую оценку и по русскому языку, и по литературе. В аттестате выпускницы всего две четверки по геометрии и химии. Аня также окончила Видновскую детскую школу искусств по классу фортепиано. Но дальнейшую жизнь планирует связать не с музыкой, а с журналистикой. Мне очень нравится музыка, но я больше зритель-слушатель, чем исполнитель. Мне нравится просто слушать. Вообще на факультете журналистики есть кафедра музыкальной журналистики. Было бы интересно поучиться там. Музыкальная критика, если не ошибаюсь, называется. Больше всего в этом году стобальников выпустилось из Видновской гимназии. Пять человек. Единственный юноша из присутствовавших, тоже выпускник гимназии Роман Липов, впервые в Ленинском районе получил стобалов по любимому своему предмету – информатике. Интересовали не просто компьютеры, а именно различные технологии, точные науки. Пользуясь всеми достижениями в этой области, меня приводило в восторг то, чего можно достичь. Многие ребята пришли на встречу со своими наставниками. Учитель-словесник из ВХТЛ Марина Цепкова считает, что ребят, получивших на экзаменах высший балл, отличает прежде всего самодисциплина. Колоссальная самодисциплина от их способности. Учитель что? Учитель направляет. В общем-то, всех в классе одинаково учат. А стобальники, получается, за такие результаты не у всех. Встреча ребятам очень понравилась. Многие побывали в усадьбе первый раз. Это было неожиданное приглашение. Мне очень понравилась обстановка, мне понравилось место, в котором это все проводилось. В усадьбе очень красиво. Сначала немного напряженно, но потом немножечко за разговором нервозность ушла. И мы уже проводили диалог более мягко, на интересной нам темы. Всего, начиная с 2012 года, в Ленинском районе 37 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Из них 24 человека по русскому языку, 10 по литературе и по одному по химии, географии и информатике. Кроме того, в этом году в муниципалитете 22 выпускника совсем немного не дотянули до высшей оценки, получив 97-98 баллов. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Выпускникам колледжа Московия вручили дипломы о среднем специальном образовании. Теперь они молодые специалисты по самым разным направлениям. На каких рабочих местах можно будет увидеть юноши и девушек, узнал Арсений Рогозянский. 182 человека, именно столько юношей и девушек, получили диплом на торжественной церемонии в районном Доме культуры. Выпускники колледжа Московия готовятся вступить уже в профессиональную жизнь. В специальности сервис на транспорте, организация перевозок, управление на транспорте, техническое обслуживание автомобильного транспорта. Юристы, в общем-то, гораздо шире спектр профессий у нас сегодня, чем был раньше. Ребята будут трудоустраиваться в основном на предприятия Ленинского района, ну и, конечно же, в Московский аэропорт Домодедово. Приоритетным направлением для многих студентов колледжа считается сервис на воздушном транспорте. Вот и Матильда Размамедова не исключение. В период обучения девушка в составе сборной колледжа стала победителем Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы». Изначально знала, что хочу поступить в колледж, чтобы получить среднее образование именно по специальности в области авиации. Вместе с дочерью всегда был отец, который помогал и поддерживал красный диплом девушки и еще один повод для семейной гордости. Она вообще у нас умница. И я считаю, что для предприятия аэропорта Домодедово это достойный кадр. Молодые специалисты говорят, что уже скучают по тем временам, когда впервые пришли в колледж. Тогда они и подумать не могли, что учеба закончится так быстро. Преподаватели, атмосфера сама. Я очень рада, что я здесь встретила своих лучших друзей. Ну и вообще все супер. Выпускников поздравил первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, который подчеркнул значимость колледжа для муниципалитета. Когда-то это и коксохимический, когда-то это и виденский профессиональный, когда-то это и училище развилки. И сегодня это, я не побоюсь это слово, городообразующее профессиональное учреждение в области профессионального образования колледж Московия. Не менее интересно будет и дальше. Ребята находятся только в начале карьерного пути. Многие из них уже трудятся по специальностям, а кому-то еще предстоит найти свое первое рабочее место. День молодежи с далекого 1958 года ежегодно отмечают в нашей стране. В Ленинском районе в этом году праздник состоялся под лозунгом «Все свои». Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на стадионе «Металлург» города Видное и узнала, что интересного организаторы предложили гостям мероприятия на этот раз. День молодежи объединил жителей всех поселений Ленинского района. На территории мотобольного поля на стадионе «Металлург» организаторы торжества приготовили веселую праздничную программу. Ребята не делят себя на сельских, городских, на видновских, молоковских, володарских. Они говорят, мы все живем на одной территории, поэтому мы все свои. Хотели и, собственно говоря, показали, чем они занимаются. Постарались подобрать и темы экологического характера. Здесь темы, связанные с изобразительным искусством, с рисованием, с различными видами спорта, в том числе с уличными видами спорта. Многое они придумали сами. Вот несколько зон, несколько площадок, как их оформить, из чего ее сделать. Они просили только, чтобы им приобрели материалы необходимые, краски, ну и все остальное. Благодаря спортивным организациям здесь можно было не только почувствовать себя настоящим баскетболистом или боксером, но и получить навыки в фехтовании. Все желающие могли принять участие в разных конкурсах, играх, спортивных эстафетах и интересных мастер-классах. Многие, как Алина Андрианова, нашли занятие на свой вкус. Сегодня самый замечательный день. Я этот день ждала очень долго. Мастер-классы, всякие игровые зоны очень хорошие, как бы интересные. Мне это нравится. Я сама веду спортивный образ жизни. И поэтому, естественно, мне это интересно. Хочется еще попробовать. А у Алины Санниковой особо большой интерес вызвала интерактивная площадка, которую подготовил оборонно-спортивный клуб «Ратник». Она научилась ловко собирать и разбирать ружье и даже завязывать морской узел под названием «Пожарная лестница». Конец веревки мы просовываем в петельки, которые у нас получились. После чего дергаем, и вот у нас получается уже, можно сказать, пожарная лестница, с помощью которой в трудной ситуации вы сможете выбраться. Праздник молодости и веселья из года в год с удовольствием отмечают люди абсолютно разного возраста. Ведь не важно, сколько вам лет – главное состояние души. Мы молодежь и все в таком возрасте и в таком. Счастья всем, здоровья, дольше молодыми оставайтесь. В этот день многие виновники торжества получили из рук главы Ленинского района почетные грамоты и благодарственные письма за активное участие в жизни муниципалитета. Морозов Захар Анатольевич, активист территориального совета молодежи «Забитное» Ленинского муниципального района. А после начался долгожданный праздничный концерт. Творческие коллективы и артисты поздравили молодежь яркими песенными хитами и танцевальными номерами. Ты наша команда! Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова